Итак, всех приветствую, с вами я Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм И сегодня мы поговорим об образовании будущего, как я его представляю Да, я вам говорю, что вот образование, оно такое плохое и так далее, как и многие другие вещи Правительство нужно делать электронным, образование нужно делать дистанционным и так далее и тому подобное Я хочу вам сказать, что Стравлей, например, то что я в прошлом ролике, в позапрошлом точнее записывал Там, в общем-то, прикол заключается в том, что в Советском, хотел сказать, короче, в Евросоюзе пытаются с этим бороться То есть там, например, детей обучают при помощи Майнкрафта Также там детей учат, что травля, как она возникает и как, то есть, что нельзя людей за то, что они там чем-то отличаются, нельзя их осуждать Или что-то вроде того И то есть эти детки, они уже с детства начинают понимать, как это все работает И что, как бы, уважать друг друга и меньше вероятности, что они начнут кого-то травить И это неплохо, но это все зачатки Опять же, все это делается слишком медленно, но лучше, чем ничего Как говорится, хуже, чем в Рашке или же в Украине даже У нас то же самое То есть у нас, типа, я меньше критикую только потому, что, типа, ну, это опасно Ну, в смысле того, что опасно Нет возможности поменять пока что все это Дело в том, что, да, я бы сказал, вы бегайте, короче, на Майдан Все на третий или что-то вроде такое, я бы мог сказать Но на данный момент у нас нет такой роскоши Но если говорить в принципе, то В принципе, нужно все менять полностью То есть реформ никаких в этом плане, в образовании, в чем-то подобном, в бизнесе не было произведено Тем не менее, давайте же, собственно, приступим к самому образованию То есть, как я представляю себе образование будущего Вы слушайте внимательно, потому что нужно, чтобы у вас в мозгу образовалась целостная картина А для этого нужно действительно внимательно все прослушать Потому что это действительно целостная система То есть, я вам рассказывал, какое государство представляю рассказывал о добре и злее рассказывал о травле теперь короче я вам расскажу как все это куда его нужно внедрить чтобы наша жизнь стала немного лучше значит все что тут написано это первое что хочу сказать не догма не нужно цементировать образование то есть вот дословно прямо вот взять и сделать все как я тут написал хотя разумеется никто что-то не прочитает и никто ничего не сделает но если бы допустим кто-то бы прочитал и кто-то бы что-то сделал то типа не нужно вот воспринимать это как какую-то коммунистическое учение например то есть это не секта я не собираюсь секту какого-то правильного образования основывать на самом-то деле я хочу указать что чего мне не хватало как когда я учился когда я там еще в детстве был и так далее и чего я вижу что детям современным не хватает и я предлагаю альтернативу предлагаю альтернативу которую в принципе нужно вначале проверить то есть внедрить какую-то создать одну-две школы и посмотреть то есть добровольцы детей туда набрать и после этого то есть четыре года там или там ну сколько эта школа будет может семь лет после этого внедрить всю эту программу если дети будут показывать в общем-то лучшие умственные показатели чем стандартные именно какие-то показатели айкью и так далее мы дело в том что понимаете вот эти вот все айкью тесты все это это полная хрень дело в том что они показывают только то насколько ты хорошо проходишь айкью тесты а не то насколько ты умный то есть нужно посмотреть именно составить такие тесты которые на логику на мышление на что-то подобное вот по ним оценивать учеников а то когда мы даем какой-нибудь мз но короче если в украине если в россии то егэ то опять же они получаются во-первых могут списать так как это чисто тесты то есть а б в отвечаешь но там конечно есть и задачи и так далее во вторых то есть это вот это вот математика если ты не любишь математику что все пизда тебе ну хотя в принципе как я сказал здесь проблема то есть зачем тогда если мы учим ту же самую математику на таком глубоком уровне в школе то зачем нам тогда поступать в институт то есть вот вы скажите то есть у тебя там есть какая-то алгебра высшая математика в обычной школе и какого хрена во первых она не нужна на большинстве работ то есть но оценку общую какую-то красный диплом она вам испортит следовательно вы будете у вы увидите что я здесь все это ликвидировал так вот я указал лишь те предметы которые необходимы детям на данный момент разумеется когда изобретут какой-нибудь нейролинк то есть соединят мозг компьютером то детям не будешь не нужно будет например изучать гаджеты и так далее могу порекомендовать также выбирать предметы для обучения детей с учетом статистики то есть идете к бизнесменам и спрашиваете каких навыков им не хватает от молодых специалистов которые к ним приходят это же элементарно просто но почему-то никто до этого до сих пор не догадался все учат какой-то хуйне старый теперь начинаем с образования дошкольная но это детский сад у нас стандартный детский сад чуть измененной программой программы детских садов очень устарели если честно там конечно есть какое-то зерно ну по крайней мере было раньше зерно чего-то логичного чего-то хорошего доброго вечного но тем не менее это компенсируется во-первых плохим персоналом во вторых тем что это все устарело то есть там давайте короче я просто не знаю точно чем там занимаются в детском саду то есть ну рисовать там что-то делать то есть эта программа она должна остаться в принципе но нужно некоторые вещи добавить я считаю что нужно добавить детский сад как дисциплины несколько вещей ну во первых этику чем раньше ребенку пояснято добре и зле как оградиться от зла и почему необходимо быть добрым тем лучше быть добрым что короче нас этому никто никогда не учил и поэтому мир такой злой то есть ну во первых нужно объяснить ребенку вот это вот пусть мы не ответим детям на вопрос зачем они родились и откуда взялся мир но можно помочь им познать себя натолкнуть на собственные размышления по этим вопросам показать им как мир велик интересен и что можно сделать его еще лучше а людей счастливее и это как ни странно нужно делать именно в этом возрасте в маленьком то есть эти как казалось бы она в институтах у нас учится но этика нужна не в институтах потому что получается учат ее какие-то отдельные гуманитарии которые в итоге разочаровывается во всем что они выучили из-за того что это бесполезно им оказывается в жизни но этику должен учить каждый в первую очередь и объяснять всем только так она может возыметь хоть какое-то действие ну естественно это этика будет работать только если ее в нормальном обществе применять то есть если ее ее учить в каком-то обществе где все добрые так далее если же там какие-то говнюки то есть уже занимают какие-то посты то и дети естественно будут получать преимущество за счет того что все добрые они типа злые так далее ну короче вы поняли посмотрите мой ролик про добро и зло там про дихотомию и так далее так вот и это как ни странно нужно делать именно в этом возрасте я помню себя в раннем детстве я думал именно об этих вещах но у меня не было книг по философии я не умел читать да я помню такое вот детство хотя мне сейчас вот уже больше 25 лет но тем не менее я помню себя пятилетним отчасти конечно не полностью но тем не менее я помню что я постоянно задумывался о вещах то есть вот а философски а в садике всякой хуйней страдали и короче там по сути были животные ну может я просто бы уникальным на самом-то деле но вот представьте если всех детей натолкнуть на эти размышления я думаю они будут с такими каменными лицами там часами сидеть и раздумывать обо всех этих вещах и это будет очень приятно особенно нужно какие-то практически на практических опытах показывать им это то есть как например показывали травлю на практике ну то есть детей ставят и короче там им наклейки на оп вешают и после этого типа смотрят у кого наклейка там уникально и на него сразу все так подразительно смотрят а потом воспитательница рассказывает детям что вот вы видите вы начали быть подозрительными к этому мальчику потому что у его наклейки нету пары что он вот такой вот уникальный а а это вот то есть это это такая реакция она нормальная но вы должны ее сдерживать он неплохой как увидите он вполне себе нормально он такой же как и вы поэтому не судите о человеке по обложке и так далее то есть нужно объяснять детям что их какие-то реакции естественные они конечно естественные но они не должны приводить к каким-то плохим вещам каким-то плохим поступком я считаю это очень очень необходимо так вот если в букваре что-то и было то лишь догмы и глупые бессмысленные фразы то я до сих пор помню там букваре какие-то то пропаганда совковая была еще но я же давно типа в садике был то есть я 92 года рождения аж то есть это было очень давно и то есть те книжки что там были то есть полный бред был написан то есть или бессмысленные какие-то стишки не имеющие никакого абсолютно смысла и нужно было только научиться читать по ним а вот было бы забавно если бы в них еще был какой-то смысл это во первых во-вторых также пропаганда еще совковая то есть стишки про ленин их всяких и так далее это ужасно значит второе антологию то есть рассказать детям о реальности их вместе в ней показать на примерах различий виртуального мира и реального о возможностях людей и что дети повзрослев смогут добиться невероятных вещей дело в том что дети сами изучают мир в раннем детстве так почему бы не помочь им в этом и не углубить их знания до в определенные философские концепции подкрепленные практикой вот это тоже важно в антологию ходят такие вещи как чем отличается реальный мир от виртуального какова природа объектов материи имен эти вопросы ребенок сам задает еще в садике и находит поверхностные ответы на них самостоятельно но почему в садике ему и в этом не помогают почему не дают ему углубленные знания до которых бы он не додумался сам и которые бы он потом смог короче додумать и то есть который бы сформировали мировоззрения на etti защищают образование вот это вот как раз базовое образование этом с школу и так далее за то что говорят что школу дает системные знания дает мировоззрение но она не дает мировоззрение вы понимаете мы не учим всего этого философия дает мировоззрение вот почему мы в школе не учим философию не учим какие-то полезные знания которые дают нам познание мира дают нам познание самих себя и друг друга дают нам возможность более скажем так эффективно контактировать друг с другом почему мы какую-нибудь риторику не учим почему мы не учимся дружить вот это были бы полезные знания это было бы дополнение нашего мировоззрения но сейчас мы учим абсолютно бесполезные знания которые не дадут нам ничего а вот эти вот разговоры про мировоззрение это только отговорки деградантов и ретардов которые в общем то хотят только зла будущего поколению людей и детей ну собственно детей как раз почему не углубляют знания упор естественно делать на практике нужно то есть стараться показать вот что такое природа объектов материи то есть рассказать про имена как сформировались название чего-либо ну если взять например какой-нибудь немецкий язык то там и так все понятно там то есть имена формируются объектов разных на одном и том же корне и тогда далее но вот в русском в украинских языках то есть многие слова позаимствованы или еще что-то и поэтому собственно нужно объяснять детям то есть логос так сказать рассказать им о понятии что у слову многих есть смысл что его нужно тоже понимать и так далее и и тогда меньше будут создавать всяких мемчиков всяких непонятных слов которые в общем то рождаются и отмирают и при этом служат непонятно зачем ну в принципе нельзя запрещать мемы но скажем так когда я вижу как кто-то использует кек лол там ничоси и подобные слова своей речи или же пишет сообщение с этими словами то он у меня создает отрицательное впечатление поэтому собственно нужно учить людей находить какие-то нормальные слова чтобы выделиться они какие-то вот эти вот заразные мемы значит нужно объяснять что соседний ребенок такой же как и ты он чувствует боль и ему она не нравится поэтому не нужно его обижать что время идет и не стоит тратить его впустую и так далее то есть опять же мне никто не говорил ничего в детстве то есть наоборот когда я уже сам начал догадываться я начал спрашивать у родителей типа о чем мне делать о чем не делать они говорят так ладно что тебе делать потом разберемся ты типа доучись ну я блин доучился и ничего не получил с этого то есть в итоге оказывается что они сами не знали и скинули весь груз ответственности за мою жизнь естественно на меня самого после того как я собственно выполнил то что они мне якобы говорили а у меня то требования были маленькие но тем не менее вот такие вот дела и вот многие из вас окажутся в такой же штуке в такой же ситуации поэтому нужно думать над тем к чему ты хочешь стремиться именно самого самого детства и приучать человека собственно чтобы он развивался в этом направлении самого детства дальше пользование технологией нужно приучать детей к современным гаджетом очень рано отнять их вы еще успеете но знание и смелость в освоении всяких смартфонов и приставок это достаточно просто и полезно чтобы быть одним из первых чему нужно учить ребенка 21 веке ну вы наверное понимаете что уже сейчас ну во первых многие родители просто так дают своим детям вот эти вот гаджеты но во вторых как бы это помогает именно вот научиться разбирать там какой-то мобильник там научиться орудовать там нас в настройках там устанавливать какие-то программы антивирусы научиться не лазить типа там по каким-то опасным сайтам это очень полезно и это не так сложно то есть ребенок который с 5 лет будет этим заниматься а у него уже есть способность нажимать на кнопки то есть он повторяя научиться основным правилам а потом он их будет просто углублять то есть фактически он будет с детства уже освоен с этими технологиями и это легче чем более позднем возрасте их осваивать поэтому несомненно это необходимые навыки тем более что современные экраны смартфоновая и всяких там гаджетов они не вредят то есть вообще гаджеты они не вредят они наоборот развивают детей людей и в целом всех кто ими пользуется дальше критическое мышление многие скажут что таким образом мы вырастим плоскоземельщиков каких-нибудь альтернативщиков которые все с критически воспринимают ну на самом-то деле как я сказал в плоскоземельщиках во всяких там нету ничего такого вот если бы они только посмотрели со всех сторон на свои какие-то идеи и о том что они принимают их на веру точно так же как и другие принимают на веру науку действительности и вы лучше или принимайте то что вам говорят наука или же вы ищите почему наука все решила именно так то есть есть научные труды которыми все это обосновано но нет они предпочитают что-то необычное но не обязательно правильно принять себе на веру вместо того же этого вместо официальной точки зрения блин то что можно все что угодно объяснить совершенно парадоксальные вещи это не значит что их нужно объяснять есть бритва окама есть три критерия истинности то есть извините меня все это совершенно не потребно то есть но нет как раз на оборот нужно учить детей анализировать информацию сопротивляться стадному инстинкту и так далее то есть нужно учить что то что какой-то ролик на ютубе за дизлайкали это не значит что он плохой например хотя как я говорил реформе ютуба то есть эти вот как раз наличие дизлайка но делает плохую услугу то есть она позволяет использовать youtube для пропаганды и накрутку на нем всяких параметров значит нужно смотреть то есть чтобы они анализировали информацию то есть если ты увидел теорию плоской земли и тебя она заинтересовала то ты посмотри альтернативу этой теории то есть ты посмотри официальную теорию почему она не устроила того человека то есть зачем плодить то что объясняется другими методами дальше теперь школьное образование или среднее образование что я хочу сказать школ быть не должно как централизованных учреждений имеющих здания в которых там заседают ученики обучение через видеоконференции контроль за успеваемостью через родителей если ученик не слушает сделать замечание если продолжает не слушать отосылать специальное сообщение пусть родители наказывают его ведь связь по интернету идет таким образом ученики не смогут мешать другим или травить учителя также предоставить видеозаписи урок уроков чтобы ученик мог просмотрел наверстать знания не отнимая времени учителя таким образом как бы ученик он может учиться но если он не хочет учиться но пеняйте на себя то есть значит огородить его и типа пусть ним родители его разбираются почему он не хочет чего его не устраивает таким образом в принципе то есть нельзя будет травить учителя нельзя будет там опять же из-за того что все ученики у себя дома находятся то не будет и травли учениками учеников и при этом как бы наоборот есть много выгод то есть опять же ты в уютной обстановке ты можешь опять же записать точнее не записать а просмотреть запись предыдущих каких-то уроков если ты что-то не понял и так далее и тому подобное дальше составить рейтинг школ по успеваемости их выпускников то есть когда ты выбираешь в какую школу поступить на специальном сайте тебе выводится зарплата выпускника то есть выводится статистика в какой школе выпускники куда устроились на работу средняя зарплата выпускника этой школы и так далее таким образом школа не сможет завлекать учеников только обходительностью ведь важно еще и качество образования и теперь еще и ученики будут конкурировать за место в лучшей школе при этом если заявок на поступление в ту или иную школу оказалось больше чем мест в ней отсеиваем лишних случайным генератором и отправляем следующую школу в рейтинге если там тоже перебор то опять же эти ученики участвуют в лотереи наравне с остальными и так пока всех не распределять запад за дополнительную плату можно гарантированно поступить в школу находящийся ниже топа 3 школ в рейтинге естественно те кто зафиксировал себя за деньги в той или иной школе не могут претендовать на место в одной из первых трех школ то есть ты гарантированно попадаешь но не в самую лучшую школу или же ты можешь путем случайного отбора попытаться поступить в одну из самых лучших школ для чего это сделано это сделано для тех кто хочет поступить в конкретную школу благодаря личным предпочтениям например там работают лучше учителя программирования но школа не лучше это как там хуже преподают другие дисциплины но те не нужны другие дисциплины так как ты решил уже что будешь программистом или там твои родители решили у каждой школы есть также отдельный сайт где они пишут свои преимущества собственно школа также должен отметить таким образом у нас есть так короче то что в составе базового дохода также нужно выделять деньги на специальную карту принадлежащую ребенку школьнику будущему который он может потратить только на образование в школе и это очевидно пусть ребенок сам выбирает в какую школу ему идти нужно сделать смену школы максимально легкой чтобы разные школы конкурировали за деньги с карточки ученика таким образом мы создадим конкуренцию школ за учеников вот так вот то есть получается есть рейтинг успешности который говорит о том насколько круто ученики то есть насколько они умные выходят и насколько они приспособлены для того чтобы поступить на высокооплачиваемую работу и есть у нас короче также собственно у учеников они сами выбирают куда им поступать и у них есть деньги то есть они лично пусть даже государство им дает эти деньги но они лично выбирают кому отдать деньги следовательно школы тоже конкурируют за учеников то есть школы заинтересованы чтобы деньги ученики несли именно им при этом ученики заинтересованы чтобы не только и поэтому школы подлизываются к ученикам то есть они говорят вот в нашей школе там самые милые преподаватели там еще что-то и так далее то есть вот у нас тут самые интересные уроки и так далее для того чтобы получить деньги значит а ученикам тоже они короче не идут к самому тому кто говорит самые лестные вещи почему они не идут к тому кто говорит самые лестные вещи потому что их интерес это поступить в ту школу которая позволит получать потом наибольшую зарплату то есть устроиться на лучшую работу и вот поэтому они смотрят на реки таким образом у нас есть баланс то есть есть конкуренция школ за учеников и есть конкуренция учеников на поступление в самую лучшую школу вот так вот вот он и капитализм чтобы не говорили что я тут коммуняка или что такое так здесь мы все рассказали теперь значит что сами предметы в школе какие должны быть и по какому принципу они должны подразделяться есть зачеты то есть есть два типа предметов зачета и экзамены есть зачеты их не нужно хорошо знать достаточно прослушать ознакомительные курсы прости и тесты также потом проводится перед выпуском занятия где советуют пытаться искать работу вместе предмет которого имеет ученика высшую оценку то есть ему выдают там типа дипломы с рекомендацией на такую-то такую-то работу то есть эту рекомендацию выдают там рассчитывая собственно по его характеристикам то есть по личному делу по оценкам по характеру самого ученика ему говорят рек дают рекомендацию поступать туда то есть идти пытаться работать тем-то или тем-то туда-то или туда-то но вы поняли значит точные это из зачетов то есть это те которые нужно выслушать прослушать и получить зачет то есть не обязательно хорошо их знать и они не влияют то есть они нигде не будут фиксироваться у вас каком-то аттестате точный это программирование изучаемый язык программирования подбирать путем статистического опроса какой на рынке труда сейчас самый востребованный таким образом мы будем выпускать только тех программистов которые собственно программируют на нужных языках они на каких-то там паскалах собирать для учеников материалы выдавать задания вплоть до того что предлагать практику на фриланс бирже за пониженную плату то есть процессе учебы ты можешь короче взять себе такую практику или что-то вроде того где тебя будут оценивать именно как ученика может что-то будут подсказывать и так далее то есть но ты также будешь иметь возможность получить деньги за это то есть если выполнишь задание правильно а задание будет реально то есть действительно реально задание следовательно ты сможешь уже даже подрабатывать в раннем возрасте ну или будешь готов по крайней мере к этому дальше видео монтаж photoshop моделирование нараторика и так далее современные предметы дающие полезные навыки для жизни это вот такие вот дела значит статистикой вероятности самые полезные разделы математики которые помогут в профессиях аналитикам маргетолога социолога и так далее но это уже вы поняли математика но по сути эти профессии я считаю их этими гуманитарными короче вот теперь гуманитарные сами предметы риторика самый нужный гуманитарный навык для многих гуманитариев единственный то есть у вас учат каким-то приемом в риторике но как бы естественно это зачет поэтому если ты вот не умеешь вообще никак говорить красиво там жесты какие-то делать и так далее то тебя не накажут тебя не выгонят и школы это никто не узнает то есть тебе дают возможность если у тебя нет к этому склонности то ничего страшного тебя никак не накажут за это то есть мы работаем на положительное то есть больше всего положительного даем и поменьше всего отрицательно все отрицательно мы убираем из образования дальше социализация социализация это отдельный урок совместные мероприятия с учителем и другими учениками например поход в музей или парк позволяет завести друзей и развить опыт общения опять же нужен психолог на мероприятии который будет следить за поведением детей как они организуются у кого какие личные качества проявляются и так далее это он записывает в личное дело чтобы после школы работодатель мог узнать описание ученика и решить какая профессия ему лучше подходит кстати сейчас я не знаю зачем вообще нужно личное дело ну на самом-то деле я знаю что там написано то есть там какие-то прививки какие у тебя были то есть какие-то пожелания замечания переводы из школы в школу там состояние семьи и так далее но по сути лучше бы они туда писали собственно какие-то личностные характеристики именно не обязательно писать какие-то отрицательные характеристики ученика можно писать только положительные это зачем нужно то есть если ученик интроверт то ему нужно работу интровертную то есть посадить его куда-то чтобы он с компьютером общался и собственно на компьютере работал программистом его посадить если же он экстраверт и хорошо знает риторику, то в таком случае его нужно отослать собственно куда-нибудь коми-вояжором, пусть он впаривает что-нибудь в супермаркете. Ну или там, не знаю, вообще на биржу куда-то, или, не знаю, там в шоу-бизнес отправить сразу. То есть, ну вы понимаете, это вот позволит профориентировать людей, но это не это не ранняя идея, но почему до сих пор этого никто не сделал. Я не вижу никакого объяснения, почему никто не изменил систему образования до сих пор, кроме как того, что люди намеренно пытаются оттупить и уничтожить детей. Бедняковы вообще, то есть, по-всяческому мешать развиваться. Работодатели же его не смотрят. Ну да, личное дело не смотрят. Кто его вообще смотрит, кроме спецслужб? Опять же, на основе личного дела можно давать рекомендацию и всякое такое. То есть, на основе оценок всего подобного. Ну и социализация, то есть, она нужна, опять же, чтобы заполнять это личное дело, чтобы производить, собственно, социализацию, чтобы прививать детям какие-то высокие ценности, так скажем, чтобы они могли попрактиковаться в какой-то организованной деятельности, то есть, что они как организуются, там, психолог им будет в этом помогать, смотреть, какой ребенок у какого проблемы с социализацией, узнавать, почему это так и так далее. Психолог, естественно, должен быть нормальный, а не такие, какие сейчас, собственно, воспитываются в нашей извращенной вот этой вот системе образования. Потому что у нас же же психологов не могут сделать нормальных. В итоге там, получается, расстрелы массовые, ну, вы поняли, там, теракты всякие совершают ученики и так далее. Это же все из-за этого, потому что, ну, то есть, вы же понимаете, что кто из каких-то благополучных семей становился террористом каких-то, кто из каких-то школ, где, или же не школа, других учебных заведений, кто начинал спонтанно там кого-то расстреливать и убивать. Там, где нету травли, там, где нету какой-то пропаганды агрессивной, там, где нету отупления учеников, там и не будет таких ужасных явлений. Дальше, физкультура, походы в ориентованный спортзал или бассейн, какой именно выбор голосованием учеников. То есть, опять же, нужно внедрять голосование сразу же еще в школе. То есть, у нас где-то в университете начался этот ученический, учительский совет, ну, и то, туда посылали старосту всякого, там, еще что-то. Это полное дерьмо, если честно, потому что он не представлял наших каких-то воззрений, да и у нас никаких воззрений не было. Типа, вот такая вот штука, что ты можешь за это что-то получить, какие-то бабки или что-то вроде того. Но в действительности вот надо именно вот детям надо давать выбирать то, что есть смысл выбирать. Понимаете? То есть, действительно, пойти в спортзал или в бассейн, может, у кого-то плавок нет, еще чего-то нет. Опять же, предупредить, если мы в бассейн идем. Если в спортзал, то, опять же, предупредить все. То есть, это нужно организовывать. И чтобы дети сами выбирали, что им больше нравится. То есть, совместные мероприятия и вот это, вот это у нас по голосованию происходит. Дальше, логика. Очень важный предмет. Изучать типы логики, логические ошибки и приемы, математическую логику. Логика очень важна. Она позволяет, опять же, риторика и логика. Они идут бок о бок. Они помогают друг другу в споре в каком-то. И, в принципе, в жизни они очень сильно помогут детям. то есть, когда они вырастут, то есть, взрослые люди, их обмануть будет не так просто, если они будут знать все логические ошибки. А это очень круто. Это даже против травли помогает. А у нас никто этого не учил. У нас логику вообще не учили. Вы представляете? У нас даже по философии логику не учили. Вы представляете? Это просто ужасно. И риторику, кстати, тоже. У нас какую-то культурологию ебучую учили. В общем, я в шоке. Я просто... Моя жизнь загублена. Так может, кто-то реализует это, и тогда наши дети будут жить лучше, чем мы. Так что? Значит, стандартные предметы. Не стал я повторять стандартные предметы по немного географии, астрономии и так далее. С предоставлением интернет-ссылок на сайт и с информацией по этим предметам. То есть, достаточно по одному два урока. Урок геометрии. Если хочешь геометрию лучше изучить, вот туда-то иди на тот-то сайт, если она тебе нужна, где-то будет. Значит, если ты хочешь там географию, хочешь историю учить, иди туда-то, туда-то и так далее. То есть, по одному два урока достаточно, а не то, что там, блин, истории было у нас, и всемирная история, и история Украины отдельно, и история, по-моему, России отдельно, хотя нет, истории России, к счастью, не было. Но в истории Украины там половину истории России нам рассказали, короче. Это было ужасно. Ну, в общем-то, куча там. Литература обычная, литература зарубежная. Это, это лишнее. Химия, опять же, хотя химия только там в каком-то, по-моему, аж девятом классе была. Ну, химия, в принципе, основы нужны, по идее. Но тоже, это все можно было очень сильно сократить. Значит, предмет на выбор. Это самое важное. Дело в том, что вы скажете, что вот, он будет ничего не знать, или он там не пойдет изучать. Ну, пусть пойдет, понимаете? Мы даем ему возможность самому углубить свои знания, чтобы он не тратил время попусту. Мы даем ему какие-то основы. То есть, рассказали про историю, что вот, был там цивилизация, вот так вот там, парочку роликов показали на первом уроке, на втором уроке. при этом рассказали там о Риме, о Египте, о какой-то средневековье, о потом двух мировых войнах и все. И то есть, то, что учат сейчас по три, по четыре года, можно вместить в какие-то там несколько часов, десятки часов, максимум. Значит, а вот дальше есть предмет на выбор. Дать право ребенку получить дополнительное обучение по определенному предмету. Например, если его заинтересовала астрономия, но в программе занятий по ней нету, то ребенок может получить несколько часов занятий по ней у учителя в неделю. Это поможет в специализации образования, сделает учебу интереснее. То есть, ребенок может, если что-то из этого ему понравилось, из стандартных предметов, то он может, в общем-то, сам вызваться, сказать, ну, точнее, ему определенно какой-то предмет назначат, но дадут выбрать. То есть, скажут, что тебе больше из этого понравилось. Он скажет, например, география мне нравится. И ему будут географа приставят, и он будет с ним заниматься там несколько занятий в неделю или там одно занятие в неделю. Но тем, чем ребенку интереснее заниматься. Эта склонность будет записана в личном деле, что вот он любил такой-то, такой-то предмет, значит, он склонен к такой-то, такой-то работе и так далее. Дальше, предмет на выбор, то есть, опять же, интереснее будет. Это и интереснее, и эффективнее, и быстрее, что самое главное. и быстрее по времени. Дальше, экзамены. Здесь, как это ни странно, меньше экзаменов, чем зачетов, но это только потому, что и так ясно, какие предметы в них входят. Значит, это то, что необходимо в жизни. Тут нужно пересдавать, пока не достигнешь результата. то есть, это порог. Пока тебя не научат вот этому, тебя будут оставлять на второй год, еще чего-то и так далее. То есть, это знания, необходимые для жизни в обществе. И вот, опять же, почему этого не разделяют? Блин, есть люди, которые не умеют говорить, не умеют писать и так далее, и они выпускаются спокойно из школ. Но при этом, то есть, им еще и запихивают какие-то другие совершенно ненужные предметы в голову, и они как раз вот эти вот главные нужные предметы не изучают или не... То есть, получают по ним плохие оценки из-за того, что посвятили себя совершенно другу... изучению совершенно других предметов, которые им нахер не нужны. Я предлагаю вот сделать вот так вот. что есть экзамены, есть зачеты. Зачеты, плевать, то есть, на них, то есть, это лично для тебя. Если ты склонен к чему-то, то ты здесь найдешь это и будешь, скажем так, получишь какую-то базу знаний, какую-то картину мира, опять же, составишь и так далее. Но экзамены это то, что, собственно, обязан знать каждый ученик и сдать, собственно, показать, что у него есть знания по этим всем вещам. Английский язык или, возможно, какой-либо другой язык, то есть, возможно, измененная версия английского языка. Нужен международный язык общения, легкий в изучении, максимально богатый и функциональный. Ну, на данном момент это английский язык. Почему? Потому что языки программирования на английском языке, это во-первых. во-вторых, потому что он относительно легкий в изучении и, то есть, богатый и функциональный, как сказано. То есть, в нем есть слова для большинства терминов в мире, то есть, есть же разные языки, в них разное количество слов. То есть, вплоть до того, что нужно выдумывать новые или заимствовать. В английском языке такой проблемы нет, поэтому его выгодно учить. Также языки программирования на нем, как я сказал, также его понимают на четверти полушария планеты. Это гарантированно. Так что английский язык как международный наиболее подходит. Но единственное, что его можно было бы упростить как-то еще больше, для того, чтобы его еще легче было изучить. Так что без английского языка, да, бывают плохие учителя, но, как я сказал, в этой системе, если система будет хорошая, то и учить ее будут английскому языку хорошо. Возможно, при помощи каких-то англоязычных игр. То есть, посадят тебя в какую-то текстовый квест играть, который на английском языке. И ты будешь это, играть в эту игру и спрашивать у учителя, какие слова ты не понимаешь. Там, гуглить и так далее. То есть, ну, огромное количество есть вещей и вообще, то есть, способов изучить английский язык. То есть, огромное есть количество способов. Ну, и как бы, чем раньше ты это делаешь, тем лучше, поэтому, на всякий случай, нужно его учить как обязательный язык еще в школе. Дальше. Слепая печать. Пока это один из важнейших навыков современного человека. Почему пока? потому что, возможно, появится какой-то нейролинк, и мы сможем передавать информацию без клавиатурного интерфейса, так скажем. Человека-машинный интерфейс в виде клавиатуры и рук наших. Но пока у нас клавиатура основной инструмент ввода-вывода, ну, ввода информации, а монитор инструмент вывода, пока такая парадигма остается, нужно учить слепую печать просто обязательно. Без нее никак. Дальше. Чтение, письмо и арифметика. Само собой, необходимые каждому навыки. Дебилы, выступающие за образование для избранных, забывают, что в таком случае необразованная быдва их просто замочит и поступит правильно. То есть, такие вот дела. и действительно, то есть, тех чуваков, которые говорят, что нужно вообще лишить образования часть людей, они мрази. Запомните. Они подразумевают, что это они будут какое-то образование получать, пусть даже дерьмовое, но они его будут получать, а вы не будете. То есть, они хотят себе добра, а вам зла. То есть, и вот я не представляю, то есть, как можно ставить лайк какому-то пидомаргиналу, который не скрывает, что он пидомаргинал, и который харкает на всех и так далее. И при этом, то есть, ставить лайк, когда он говорит вот такие вот вещи, что нужно сделать, чтобы аристократия управляла, естественно, я буду аристократией, а всех остальных, короче, отправить, чтобы они, короче, там подохли или что-то вроде того. Оставить их безобразование и возможности вообще как-то выбиться в люди. Я считаю это просто отвратительно, и вот то, что таким мудакам ставят лайки, и вообще, что их видео смотрят, что их стримы смотрят, это на самом-то деле огромнейшая трагедия. Я надеюсь, что те, кто это делает, они сами пострадают от своего решения. А так рано или поздно определенно случится, единственное, о чем я жалею, это то, что до этого могут пострадать и другие люди. Они же, конечно же, топят из-за Трампа и так далее, и тому подобное. Значит, дальше, высшее образование. Высшее образование тоже, естественно, никаких университетов, ничего, только по месту будущей работы. если ты хочешь работать на заводе, то на нем получаешь свое высшее образование, то есть при поступлении. Если ты подходишь, тебя берут и обучают на месте те бизнесмены замечательные, которые сейчас жалуются на то, что люди тупые стали, из них работники плохие получаются. Сами обучайте их, потому что вы охуели, совершенно мрази, вонючие. Бизнесмены, это сейчас самые большие мрази, которые, как это ни странно, при помощи всякой пропаганды пытаются обвинить всех вокруг и при этом, то есть мы все в белом, это все вонючий плебез, а мы, короче, богатые, мы заслуживаем свое богатство и так далее. На самом деле это далеко не так. На самом-то деле они занимаются полной хуйней и при этом у них получается наебывать простой народ. Если институт, то с учеными. То есть если ты хочешь быть ученой, то идешь в какой-то НИИ, научно-исследовательский институт, и пытаешься поступить к ученым, так скажем, в ученики. И это действительно так, ну там, естественно, будет какой-то один из сотрудников, допустим, разные сотрудники, то есть опять же, я здесь вот не указал, но я сейчас вот вам скажу, как это должно происходить. То есть предприятие выделяет сотрудника на каждый день, желательно разного. Каждый сотрудник будет, в общем-то, каждый день преподавать, то есть первые пару недель, неделю или две недели, в зависимости от профессии, набирают, то есть какую-то новую группу будущих, возможно, этих работников данного, например, завода. И то есть эти работники, они пытаются обучить этих чуваков, потом дают им какой-то экзамен. И то есть в зависимости от того, какой экзамен именно, который написал, написал один или несколько из этих работников, которые их учили, в зависимости от того, как они на него ответят, потом продолжают обучение с теми, кто лучше всего ответил. Вот так вот. Таким образом получается, что ученик, ученик, который пришел поступать на работу, он получил знания какие-то. То есть он уже знает, что здесь, что на этой профессии. Если он ответил плохо на экзамене, потому что он недостаточно хотел знаний, недостаточно хотел поступить на работу, то он просто уйдет и попытается поступить на другую работу. То есть бывает такое, что человек думал, что там другим занимаются на этой работе, а оказалось, что занимаются другим. И таким образом уйдет на другую. Если же он даже захочет продолжать пытаться поступить именно по этой специальности, то в таком случае он уже будет знать что-то о работе. То есть если он придет на другую фирму на обучение, то ему будет легче, он будет доучиваться, а не переучиваться. То есть знания будут одними и теми же, только учителя разные. То есть могут быть как проблема с высшим образованием, что учителя называют одни термины, то есть одни и те же термины называют учителя в высшем учебном заведении по одному, а на заводе свой сленг, то есть там называют их по-другому. И эти чуваки, которые собеседуют, они естественно не принимают отказа, они не принимают оправданий, когда ты говоришь, что у нас это так называлось и так далее. То есть и такое с поши рядом, поэтому собственно получается никто не обижен. Человек получает образование, рано или поздно он устроится. Эти чуваки получают таких студентов, таких работников, каких собственно они хотят получить, потому что они сами их обучают. А если они их плохо обучают, если даже самые лучшие, которые к ним приходят, их не устраивают, то собственно они ничего не получают, а только тратят деньги на их собственно на их отсев и так далее. Таким образом они не смогут сотни человек прогонять через свои отделы кадров. То есть так как ты тратишь свои ебаные деньги на вступительное обучение на каждого студента, то тебе не выгодно не брать вообще никого из каждой группы, которую ты обучил. То есть ты будешь брать из тридцати например человек, которые пришли к тебе на вступительное обучение, ты будешь брать как минимум два-три самых лучших человека, чтобы в общем-то получить какой-то профит. Сейчас же они гоняют сотнями, то есть в какой-то что в США, что в любой другой стране в общем-то все кричат ой нам требуются работники, нам требуются работники, но только почему-то при этом они гоняют по 200 собеседований людей, по 300 собеседований, то есть ты будешь год на работу устраиваться и в итоге никуда не устроишься. Опять же есть фриланс, этого никто не исключает, то есть для этого вообще никакого образования не нужно и часть учеников после школы смогут заняться фрилансом, не беспокоясь о высшем образовании по месту работы. Дальше что-то я тут много своего договорил, любые знания текущего высшего образования бесполезны, даже если систему изменить, то препод может преподавать то же самое, что на заводе, но использовать слова-синонимы или другие термины, то есть возникнет просто недопонимание из-за того, что разные люди учат, то есть там на заводе одни термины, там люди одним занимаются, а в УЗИ там совершенно другое все, и при этом все это сильно отделено от реальности. Пример в школе нам показывали пирамидку, по которой считали сопротивление. В универе, когда я ее нарисовал, мне поставили двойку, потом, когда лектор сменился, он нам опять ее рисовал, то есть получается, что один рисовал, потом второй спрашивал, но оказалось, что не нужно этого рисовать было, а потом третий опять начал рисовать, то есть в итоге получается, что двойные стандарты, то есть что наука, а потом удивляются, что альтернативщики появляются, если, блин, препод начнет скоро тебе о плоской земле задвигать и так далее. Ты ему википедию тычешь, а он тебе рассказывает, что википедия не аргумент и так далее, что вот там замечательный Рыбников сказал, что нету никаких атомов, а там всирот есть и так далее, и что мне теперь ему верить, а когда ты на работу пойдешь устраиваться, то тебя будут не про всирота, а про атомы спрашивать и так далее. Я же сказал, что это полная херня, то есть единственный способ раз и навсегда решить эту проблему, что ученики, короче, студенты бедные мазохистически бегают по 200 собеседований, чтобы устроиться куда-то на работу, а при этом эти хуи, короче, на местах, они, короче, рассказывают о том, что вот все эти, все студенты тупые пошли, все дети тупые пошли, нам некого брать и так далее, и при этом гоняют по 200 человек, то есть, ну, чуваки, ну, это, это просто отвратительно, идите вы нахуй, как говорится, а сэкономленные деньги на образование, опять же, куда идут, откуда берутся деньги на образование, с налогов, следовательно, уменьшив количество образования, переложив его на бизнес, мы получим, то есть, мы сможем уменьшить налоги, таким образом, деньги появятся на обучение у самих работодателей, так что, это я вот либертолиареанец такой себе, значит, а когда я пришел устраиваться на работу, оказалось, что она нахуй не нужна, ни пирамидка, ни вообще какая-то другая формула, а там нужно считать мощность, и нужно считать ее по совершенно другим формулам, дальше, сами чуваки на заводах и в институтах, как ни странно, совсем не хотят отбирать хлеб у университетских дармоедов, почему, спросите вы, да потому, что в таком случае они не смогут спихнуть плохую подготовку на кого-то, то есть, сейчас они говорят, спихивают все на университеты, на самих учеников, что они тупые и так далее, а тогда они не смогут этого сделать, то есть, как сам обучил, так ты получил, если не устраивает, то тогда трать больше денег, естественно, нужно их обязать, чтобы любой мог поступить на такие вот курсы обучения, чтобы они не дискриминировали, не дискредитировали, не устраивали каких-то препон для учеников, каждый имеет право у вас вот пройти какое-то обучение, а по итогу вы уже имеете право отсеять тех, кто вам не нравится и взять столько, сколько вам нравится, но предоставить вы обязаны предоставить шанс каждому, причем шанс равный и сами оценить, сами обучить, сами выбрать и так далее, все свобода, никакого, короче, полный либерализм и при этом все как справедливо и всех устраивает и так далее, я считаю, это просто идеальная система была бы, но увы, пока что такой системы нет, а так кого обучили, того и получили, а пидоры-капиталисты умеют только деньги зарабатывать, и чем меньше они для этого делают, тем лучше, то есть в чем прикол, они берут себе, короче, чуваков, которые тупые, например, опять же, для того, чтобы он не стал начальником, вместо того, кто его принял на работу, они берут чуваков, которые лежат задницы, они берут чуваков, которые работают безвозмездно и так далее, то есть берут совершенно по другим параметрам, они, во-первых, это могут делать, во-вторых, они могут просто позволить себе сколько угодно собеседований проводить и никого не брать на работу, то есть работа ради работы, зачем проводят собеседование, чтобы брать на работу, если вас не устраивает, зачем вы мне морочите мозги, мне вот так вот на 2-3 собеседования вызывали, на некоторых, когда пытался устроиться на работу по профессии, то есть на 2-3 собеседования приглашали и потом типа посылали и так далее, то есть это полный бред, то есть по сути им нужно было узнать, как там у меня в университете и так далее, они типа с моего университета оказались которые я закончил, но это полный бред, это полный полный бред, хочу вам сказать, то что сейчас, и вы не верьте тем чувакам, которые говорят, пытаются защищать этих мудаков типа бизнесменов, бизнесмен, вообще какой адекватный человек будет говорить короче на себя плохо, то есть естественно они на себя плохо говорить не будут, но в действительности виноваты и те другие, ученики тоже виноваты, но ученики меньше виноваты, потому что в конце концов их обучали, то есть у них выбор был только куда поступать и так далее, и тому подобное, и то они сами должны были дойти до того, что им нужно выбрать, то есть кто-то думал, что вот пойду любую корочку получу и вот с корочкой я буду короче работать на хорошей работе, а вот нихуя, будешь дворником работать, максимум твой, так вот, или копирайтером каким-нибудь, так вот, в чем прикол, что ученики меньше, как это ни странно, виноваты, в то время, как работодатели виноваты несравненно больше в этом плане, но работодатели, конечно, у них тоже есть отговорка в том плане, что государство, как бы, дерет дополнительные налоги, отдавая их потом на спонсирование бесплатного высшего образования или же даже платного высшего образования, его тоже спонсируют, как это ни странно, а вы думали контракт, он чисто контракт, нифига, его тоже частично спонсируют, значит, то есть, им выгодно именно получать больше прибыли, им не выгодно самим обучать людей, потому что это дает им ответственность, они не хотят ответственности, они не хотят создавать такую ситуацию, в которой, если что-то получается не так, если оказываются люди типа плохо обученными, то это значит, что они сами виноваты, им нравится спихивать это на кого-то другого, поэтому, собственно, они ругают, 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 но при этом не спешат ничего менять, также для руководителя низкого звена издеваться над соискателями на собеседованиях лучший и единственный способ самоутверждаться, это тоже несомненно так, они там походу вообще все садисты, поэтому я, собственно, и не стал сильно навязываться и проходить там по 100 собеседований, я на несколько пошел и понял, что к чему, поэтому, собственно, ноги моей на пороге какого-либо завода не будет, я сказал, раз и навсегда, и вам советую тоже, нужно бойкотировать эти, нахуй, заводы, пусть они повышают зарплаты и так далее, то есть, если ты хочешь, чтобы человек, как в 20 веке, вставал с кровати и шел на этот ебаный завод, то ты должен ему, соответственно, во-первых, платить, во-вторых, ты не должен над ним издеваться на собеседованиях и должен предоставить ему такую возможность, так вот, ведь если наехать на рабочего, то есть, почему они именно над соискателями издеваются, ведь если наехать на рабочего, тот может подосрать перед начальством, то есть, как бы он может отомстить, а на беззащитных студентах, которые приходят поступать на работу, можно упражняться в троллинге и, в общем-то, опускать их хоть целый день, прогоняя сотни в день собеседований и тем самым тоже отвлекаясь от работы, то есть, вы не забывайте, что им самим выгодно собеседовать, потому что таким образом они, в общем-то, коротают время, а им там вообще нехуй делать на этих заводах, особенно сейчас, когда там все автоматизировано и они только тем и занимаются, что, собственно, прикалываются над теми, кто к ним приходит, якобы устраиваться. Хотя это же время можно было обучать будущих сотрудников, то есть, в это же время можно было обучать будущих сотрудников, такие вот дела. То есть, вместо того, чтобы прогонять по 100 собеседований в день, они могли бы это время посвятить обучению собственных сотрудников и потом один раз отбирать из них, но они так не делают, потому что так у них нет ответственности и есть УЛЗы, так называемые УЛЗы замечательные, которые нам прививаются самой школой еще на этапе травли. Таким образом, у нас есть самое необходимое базовое образование, в нем все равны и нету лишнего бесполезного образования. То есть, как вы видите, тут нету где-то, где, то есть, имеет преимущество какой-то, например, богатый ребенок. Здесь, то есть, учат только полезным вещам. То есть, оно маленькое, оно уменьшено очень сильно по сравнению со стандартным. Оно модерновое. Тут много преимуществ. Дальше, предложение либертарианцев и традиционалистов сделать образование доступным не всем, то есть, ограничить доступность образования, чтобы оно якобы больше ценилось, это геноцид и дискриминация. Как вообще можно было прийти к таким выводам, я не понимаю. Потому что, опять же, это необходимо для жизни, для выживания. Да и даже если бы безусловный базовый доход начали давать вне зависимости ни от чего, все равно нужно было бы базовое образование. Потому что, опять же, они забывают, что, во-первых, нужно учить людей, общаться и так далее и тому подобное. Во-вторых, капитализм, он, собственно, основан на том, что при прочих равных, то есть, вначале вы все равны, но только потом вы, в зависимости от ваших талантов и ваших усилий, ваше, в общем-то, ваше благосостояние меняется, и то есть, вы становитесь неравны. но изначально, изначально вы должны быть равны, а начало, это, собственно, выпуск из школы, или же, когда вы, в общем-то, поступаете на работу. И вот только потом нужно производить отбор, но пока вы не выучились, у вас должны быть равный, равный доступ, собственно, к образованию, причем к хорошему образованию. Так, вот здесь я уже читал вам итог. Вот в итоге я все вот, каков итог моего ролика, моей системы образования? Первое, в системе есть конкуренция, конкуренция учеников за школы и школ за учеников, то есть, ученики конкурируют, чтобы пытаются попасть или в первые три школы, то есть, они могут пытаться попасть в первую школу и потом, если в первую их не примут по случайным обстоятельствам, то во вторую, в третью и дальше куда уже попадут. Или же они могут заплатить и гарантированно попасть, но не в самую лучшую, то есть, не в первые три и так далее. Второе, то есть, как я сказал, школы за учеников конкурируют, потому что даются деньги государствам напрямую ученикам, а школы, они на капиталистических основах функционируют, то есть, они не финансируются напрямую государством. Когда школа финансируется государством, то она и подотчет на государство, то есть, им задача выдавать какие-то бумажки правильные государству, а не чтобы ученики были довольны. А если ученик будет владеть собственными деньгами, то они будут стараться угодить ученикам, так как ученики являются источником денег для них, источник их финансирования. Поэтому, вывод, нужно давать деньги ученикам, ну, или их родителям, ну, вы поняли, потому что, наверняка, эту карточку будут распоряжаться родители, но, естественно, выбирать, где учиться, будет сам ученик, а родители просто там следить за этим. Дальше, второе, все равны перед системой, и все получают образование. То есть, как я сказал, вам не нужно чего-то особого, то есть, по-прежнему образование остается бесплатным. Но, так как убралось высшее образование, то у нас получается всеми одинаковое образование, а дальше уже зависит от того, какие у вас характеристики. То есть, насколько вы умен, к какой работе у вас лежит душа и так далее. Значит, еще хочу добавить, если я не добавил, насчет конкуренции учеников за школы. То есть, естественно, каждый ученик, он хочет в самую лучшую школу поступить, то есть, которая ему сулит самую крутую зарплату после выпуска. Вот таким образом ученики конкурируют, то есть, набиваются в самые крутые школы. И, естественно, а школы конкурируют за учеников путем того, чтобы давать им лучшее образование и так далее. То есть, все конкурируют друг с другом за то, чтобы быть, то есть, такой вот, получается, очень капиталистичненько. Дальше, третье, образование не статично, оно адаптивно, интересно и ориентировано на предоставление практических навыков. Как вы заметили, я предложил именно упростить те вещи, которые нам не пригождаются в жизни, и оставить их лишь для ознакомления, и при этом добавить те предметы, которые, на которых нужно сделать акцент. И также сделать обязательными только те предметы, без которых мы в реальности, то есть, в нашей повседневной жизни не сможем вообще жить в будущем. Ну и сейчас уже, в принципе, без них трудно жить. Так, четвертое, образование упрощено и избавлено от догм и обязаловки. То есть, как вы видите, оно сильно упрощено, то есть, нету каких-то там догм, то есть, есть возможность у учеников выбирать, что им учить, есть возможность выбирать школу, в которой учиться. Меньше гораздо времени это образование занимает, и в итоге окончание образования происходит уже по месту работы. Пятое, убраны места конфликтов. В такой системе исключена травля, учитель не несет ответственности за ученика, его воспитанием и наказанием занимаются родители. Сам процесс обучения записывается на видео и позволяет точно выявить, кто провинился в случае конфликтов каких-то. Ученики же избавлены от травли, необходимости куда-то ехать и делать то, чего не хотят. Обучение оптимально вписано в распорядок дня учеников и учителей. То есть, как вы понимаете, это вот, я считаю, такая система образования будущего. Пишите мне, что вы считаете, здесь стоит поменять. Простите, если я несколько раз повторил что-то где-то. Я просто, тут, как вы видите, довольно много информации было. Но я рассказал все, я построил систему и я ее объяснил, почему она должна быть именно такой и какие она имеет преимущества, какие она имеет недостатки. ну, недостатки определенно будут, однако, как я могу судить о недостатках какой-то теоретической системы. То есть, я постарался как раз все недостатки устранить. То есть, недостатки будут возможно, ну, да нету у нее пока что недостатков. То есть, все будет зависеть еще от предметов, то есть, от преподавателей, которых преподают. Недостаток один. Недостаток один, это то, если эта система, короче, попадет в руки, ну, то есть, в каком-то государстве будет реализовываться, которое само по себе дерьмовое. То есть, как вы знаете, ее можно испоганить. Любую систему вообще можно переделать так, что она будет и камняной. И, естественно, кто-то может попытаться ее так немножко то там подправить, то там подправить. В итоге там сказать, что вот давайте не будут первые три школы со случайными учениками, давайте сделаем вообще, чтобы чем больше заплатил, тем в лучшую школу тебя отправят и так далее. То есть, такое тоже может быть и так далее. Но этого не должно быть, я считаю. Тем не менее, на этом я, пожалуй, закончу ролик. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если понравилась моя идея. Критикуешь, предлагай. Вот я предложил. Всем пока-пока.